Добрый день, да? Добрый день, аминь. Аллилуйя. Вчера, говорят, в Клине был день города, да? Мы понятия не имеем, что это будет такая суббота. Итак, с чего мы начнем? Мы с чего начнем? Мы с чего начнем? С чего мы начнем? Колю, очень рада видеть. Настю тоже, где она? Настя, да? Хорошо, молодцы. Так, Вероника приехала, дочь пастора Вениамина из Бишкека. Очень хорошо. Самир, ты приехал навсегда? Самир приехал навсегда. А, хорошо. И так, Милана и Сусанна приехали, да? Ну, вы уже в прошлое воскресенье были, слава Богу. Хорошо, аминь. Чем мы продолжим? Мы продолжим тем, что Саша Бурсуков был крещен водным крещением. В пятницу, в час дня, на карьере. И мы очень были рады это сделать. И он говорит, да, я хочу креститься. Вот вода, вот служители. Крещен водным крещением. Это таинство. Одно из таинств в церкви. Оно не спасает, но оно говорит о многом. О многом. Дальше. У нас в следующую субботу будет пикник. И он будет, да. Да, он будет. Мы с Димой уже обсуждаем меню. Ну, почки зайчьи верченые. Игра заморская, баклажановая. Кабачковая. Щучьи головы. Ну и так далее, да, Дима? Хорошо. Итак, матч состоится в любую погоду. Я имею в виду пикник состоится в любую погоду. Ну, думаю, что на том же месте, где мы собирались. Хорошо. И еще одно приветствие от пастора Томаса Шаллера. Мы продолжаем держать с ним связь. Наш созвон каждый месяц. Я очень рад. И он тоже рад. Передает большой привет. Хочет приехать. Вот. Ну, не знаю, приедет или не приедет. Хорошо. Давайте мы с вами помолимся. Отец наш Небесный, благодарны Тебе за собрание святых. Драгоценные камни, живые, собраны здесь. Мы живы, Господи, потому что мы получили жизнь от Тебя, жизнь неперестающую. Она находится внутри нас. Она наша навсегда. Благодарим Тебя за Твое Царство, которое также непоколебимое. И мы в этом Царстве навсегда. Благодарим Тебя за вечную семью, которая всегда будет. И мы члены Твоей Божьей семьи навсегда. Нам нравится это слово. Навсегда. Мы Твои люди навсегда. Мы спасены навсегда. Мы очищены навсегда. Спасибо Тебя за все. Это Ты, Иисус. Мы просим Тебя, говори с нами. Сегодня послужи нам во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, сегодня проповедь учения. Мне понадобится Ваше внимание. Мне понадобитесь Вы. И понадобится Ваше внимание. Проповедь учения. Кстати, у нас... А, еще одно объявление. Библейский институт у нас начинается, когда у нас... Через неделю у нас начинается Библейский институт. А в следующее воскресенье у нас будет празднование. У нас будет получать диплом Вюсал Махмудов об окончании Московского Библейского института. И он прошел все. Все сдал, все закончил. Написал прекрасный практикум. Он будет доступен для Вас. Значит, и я ободряю, чтобы Вы прочитали. И у нас в следующее воскресенье будет выпуск первого выпускника Библейского института в Москве. Надеюсь, не последнего. Для меня это очень много значит. Я смотрел на его жизнь так же, как на все. Он дошел. Он дошел. Вернее, Господь его довел. Помните камень Авен-Езер, да? До этого места довел меня Господь. И... Спасибо тебе, Господь. И это большой плод. Слава Богу. Ему будет вручен настоящий диплом. В кожаном... Ну ладно, не будем раскрывать подробности. Итак, проповедь учения. Давайте мы с вами откроем... Я рад был здесь сегодня. А вы... Да? Аминь! Классно! Давайте мы откроем книгу Откровения. Я хочу задать вопрос. Кто привык уже к моим проповедям? Я имею в виду, кто знает наперед, что я буду говорить? Вы серьезно? Нет таких, да? Аминь! Значит, я могу продолжать быть пастором этой церкви. Иногда бывает так. Пастор встает и собрание уже знает. Мы уже знаем, о чем будет сегодня проповедь. Хорошо. Шестая глава книги Откровений. Я сказал уже, да? Нет еще? Шестая глава книги Откровений. Десятый стих. И возопили они громким голосом, говоря, доколе владыка святой истины. Ну, давайте с девятого, чтобы контекст. И когда он, то есть Иисус, снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убитых за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. Давайте еще раз. И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убитых за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. Итак, в контексте книги Откровения, это те люди, которые были убиты во время Великой Скорби за свидетельство Иисуса Христа и за Слово Божие. Они перешли в вечность, и их место пока сейчас под жертвенником. Мы не будем в подробности вдаваться. И они возвышают голос свой, и там видно, что это души, там нет тел, это они в душевно-духовных телах. И они возвышают голос свой, обращаясь к Богу. Смотрите, что они говорят. И возопили они громким голосом, говорят, доколе владыка святой и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу. Итак, вот их желание. Они восклицают и говорят, Господи, а почему не происходит суд над теми, которые нас убили? Почему ты не судишь тех? Одиннадцатый стих. И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число. Иными словами следующее. Господь говорит, успокойтесь. Они облекаются, Господь облекает их в белые одежды, и Господь говорит им, вы со мной? И Господь им говорит, успокойтесь еще на малое время. И дальше он дает пояснение. Пока ваши братья не дополнят что? Что? Число. Это означает, что вы справедливо восклицаете мне в отношении суда. И они говорят, доколе, Господи, не будешь судить тех, которые губят землю, которые убили нас. И Господь говорит, успокойтесь еще на малое время, потому что число должно быть полным. Ваши братья, ваши сестры, они дополнят число. Слушайте внимательно. А когда они дополнят число, тогда что? Тогда я буду судить. Понятно? Другими словами, еще работа не завершена. А те люди, которые под жертвенником, они уже хотят, чтобы это совершилось. И Господь говорит, успокойтесь. Ждите. Я одеваю у вас белые одежды, так как и всех праведников. Ваши братья должны дополнить число. А когда число будет полным, то что? Тогда я начну. Или тогда я сделаю. Дополнит число. Вы знаете, в Библии это не одно место, где говорится о том, что должно быть число полное. И тогда будет происходить определенные вещи. Господь говорит, обращаясь к Аврааму, что твои потомки будут в земле египетской 430 лет. Потому что мера или число беззакония Мореев еще не наполнилось. А вот когда наполнится, что произойдет? Тогда я выведу их. Когда? Через 430 лет. Произошло ли это? Да, произошло. Эти люди говорят, доколе, Господи, не судишь. И Господь говорит, число должно быть закончено. Мы с вами живем в век церкви. Когда Иисус разговаривает с Петром и говорит, а вы за кого почитаете Меня? И Иисус отвечает, ты Христос, Сын Бога Живого. И потом Иисус говорит о себе, что Я на скале, то есть на камне краеугольном, построю Мою церковь. Мы с вами видим, что Иисус приходит к израильскому народу, и Он камень краеугольный. Вы понимаете, что такое камень краеугольный? Это не фундамент. Это на чем стоит фундамент. Аминь. Иисус камень краеугольный, который является главой угла, но его отвергли строители. То есть пришел своим, и свои его не приняли. Они его отвергли. И Господь Иисус пошел на крест, и умер на кресте, и воскрес на третий день, и через пятьдесят дней после Его воскресения рождается церковь. И это особенный организм, о котором никто еще не слышал до этого времени, до воскресения Иисуса Христа. Понятия не имели. Все только знали, что есть израильский народ, и есть остальные народы. «И Господь говорит Петру и другим апостолам, идите в Иерусалим и ждите обещанного от Отца. В это ли время ты устанавливаешь Царство Израилю?» Задает Петр вопрос. На что Иисус отвечает, что? Кто помнит? «Не ваше дело знать времена и сроки, которые Господь установил в Своей власти». Мы видим с вами день Пятидесятницы. «Рождается церковь». Камень краеугольный уже есть, он готов, он уже положен, он положен в основании. И теперь что? Теперь нужно начать строительство. Строительство церкви. Мы с вами видим день Пятидесятницы, когда сходит Дух Святой на учеников и на апостолов, и они начинают говорить всеми известными языками того времени. И все диву давались. Как они так могут так складно говорить на моем родном языке, в котором я родился с моим акцентом, с моим жаргон... Нет, с моей интонацией. И они сказали, а, это не вина напились. И поэтому так гладко у них получается. Мы видим, с вами рождается церковь. Камень уже был положен. И этот камень Христос. Аминь. Это краеугольный камень. Запомните, это не фундамент. Это на чем стоит фундамент. И этот камень положен Богом. Израиль его отверг, а Господь говорит, именно на нем будет стоять моя церковь. Я буду строить мою церковь на этом камне. И он камень живой. Давайте поаплодируем Богу. Аминь. Аминь. Этот камень живой. На нем семь очей, которые объемлят всю землю. Книга Захарии, третья глава. Он живой камень. И он тот камень, который делает и других живыми. И он был положен в основании церкви. И Господь начал это время церкви. Церковь родилась. Началось строительство. Кто знаком со строительством? Немного, да? Еще раз задам вопрос. Кто-нибудь со строительством знаком? Что оно начинается и оно должно закончиться. Правильно, да? Я имею в виду, используются определенные материалы. И человек выискивает участок себе. И участок должен быть что? Должен быть солидным или иными словами. Что он должен быть твердым. Чтобы на этой твердыне установить сначала фундамент, потом построить стены, потом накрыть крыша. Короче, крышей нужно строительство дома. Когда мы смотрим на церковь и как Иисус смотрит на нее, то мы с вами должны четко и ясно понимать, что Господь положил себя, как краеугольный камень. И он сказал, на мне будет стоять эта церковь. И поэтому врата ада, что? Они не одолеют мою церковь, потому что она будет стоять на мне. Не на Петре. Слышите меня? Не на Петре, а на мне будет стоять. Если бы она стояла на Петре, хана. Она бы сразу развалилась. Но она стоит на мне. Я камень краеугольный, живой. И всякие верующие в меня, что? Не постыдиться никогда. И я буду строить мою церковь. Буду строить ее на мне. И поэтому она устоит. Потому что нет другого, другого камня, на котором бы мог, может кто-либо строить и быть успешен. Это я, Иисус Христос. Аминь. И я камень живой. Я истинный. Я крепко утвержденный. И всякий, кто надеется на меня, не постыдится никогда. Не смотрите на тех, которые отвергли камень краеугольный. Для них он пустое место. А для нас драгоценность. Первая Петра, вторая глава. И мы с вами, знать не зная, ведать не ведая, мы с вами стали участниками этого здания, этого строительства. Мы с вами видим, когда рождается церковь во второй главе книги «Деяния апостолов», то закладывается фундамент. Давайте мы с вами откроем послание к Ефесянам. Послание к Ефесянам. Вторая глава. Послание к Ефесянам, вторая глава. Кто любит загорать? Даже можете руки не поднимать. Я и так вижу. Это заметно, что я люблю загорать. Или вольно, или невольно. То есть, это видно. Аминь. По моему внешнему виду. Послание к Ефесянам, вторая глава. Давайте мы с вами прочтем. С 18 стиха. Потому что через Него, то есть через Иисуса Христа, и те, и другие, это означает и евреи, и язычники, имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы. Аминь. Мы были с вами не свои, мы с вами были чужие, но сейчас что? Мы уже свои. И мы уже сограждане святым. И мы свои Богу. Аминь. Кто может еще так сказать, если Бог обо мне так не скажет? А когда Бог обо мне так говорит, то уж будь добр принять это, и исповедовать это, и жить этим. Иначе ты гордый человек. И я говорю, Господи, я твой. И Господь говорит, ты самый смиренный человек на этой земле. Господь говорит, ты освящен. Я говорю, я освящен, Господи, я святой. Ты самый смиренный человек, потому что принимаешь мои мысли и живешь моими мыслями. Понятно. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Давайте дальше. Быв утверждены на основании апостолов и пророков. На чем мы были утверждены? На основании. Дальше. И имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. Давайте здесь остановимся. Итак, мы на чем были утверждены? На основании апостолов и пророков. А кого мы имеем краеугольным камнем? Иисуса Христа. Слушайте внимательно. Иисус Христос был положен в основании, то есть камнем краеугольным для церкви. И потом Господь решил сделать фундамент для того, чтобы на нем возрастала вся церковь. И этот фундамент, основание здесь, это апостольское основание. Слышали? Апостольское основание. Это Бог заложил для нас, для всех верующих в Иисуса Христа апостольское учение. Он послал своих апостолов, он являлся им. И особенно апостолу Павлу, чтобы был положен этот фундамент, апостольский фундамент, апостольское учение, апостольские доктрины. Мы уважаем, конечно, верующих, которые прошли в течение истории церкви свое поприще. Они называются святыми в тех или иных церквях. Вы слышите меня? Они называются святыми. У них есть имена. И мы благодарны Богу за то, что они так успешно прошли свое поприще с Иисусом Христом. Но послушайте, основание апостольское. А они уже строили на каком основании? На основании апостолов. Какие бы они хорошие верующие не были, и какое бы из речения они или книги не писали, основание у нас апостольское. Это означает, что его апостолы, они предоставили нам это откровение, которое Бог дал апостолам. В чем состоит надежда призвания? В чем состоит славное богатство благодати, скрывавшееся в Иисусе Христе в вечности в прошлом? Златоуст замечательный человек, но он что? Он не тот, через которого Иисус положил основание. Аминь. И также отцы церкви, но есть апостолы, их 12. И мы с вами имеем фундамент, обязательно, для всех церквей на этой земле. Все церкви на этой земле, которые исповедуют Иисуса Христа, как Бога Всемогущего, который пришел сюда на землю. Что? Есть учение апостольское. Точка. Точка. Как здорово. Сначала был положен камень. Я имею в виду камень живой. И Господь дальше положил основание для всех верующих во Иисуса Христа. Апостольское учение. О том, что произошло в нашей жизни. Кто такой Иисус Христос? Для чего Он пришел? Что произошло с теми людьми, которые начали один за одним прибавляться к зданию церкви. Один за одним прибавляться к зданию церкви. Лего когда-нибудь кто-нибудь собирал? Сколько там всяких этих тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю вот этих вот кирпичиков, да, Сашка? Сколько этих? Много, правильно? Иногда, 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 иногда годами кто-то там строит. Слушайте внимательно. Церковь строят уже около двух тысяч лет. Камень за камнем, камень за камнем, камень за камнем, камень за камнем. Давайте мы с вами прочтем еще раз. 20 стихе. 20 стиха, 2. Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа креугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святой храм в Господе, на котором и вы, то есть мы с вами, устрояетесь в жилище Божие Духом. Аминь. Слушайте дальше. Мы с вами видим, как Господь начал строительство своей церкви. И в течение вот этого всего времени, год за годом, день за днем, час за часом, к церкви прибавляются камни. Они живые камни. Почему? Потому что камень краеугольный кто? Живой. И это как бы живое здание. И каждый человек, который принимает Иисуса Христа, он занимает свою позицию в этом здании. То есть ту позицию, которую Бог определил для него в определенный промежуток времени. Бог определил для меня особенное место в здании, которое есть в церкви. И знаете, что замечательно? Мы туда входим, вот в это место, совершенным образом, со всякими нашими углами, завитушками, заусенцами, неровностями. Мы входим туда совершенным образом в здание Христа. Мы помещаемся туда Духом Святым. И запомните, помещаемся один раз и навсегда. Без нас здание не состоится. Скажите вместе со мной. Без меня здание не состоится. Еще раз. Без меня здание не состоится. Потому что если не будет меня, не будет полного числа, должно обязательно прийти какое полное число церкви. Как мы с вами читали здесь про верующих в великой скорби, подождите еще. Потому что к вам добавятся еще другие люди, которые дополнят число. И то же самое в отношении церкви. Церковь здесь возрастает и возрастает и возрастает. Я не знаю, сколько уже миллионов и миллиардов составляет вот этот храм в Господе. Но я знаю одно. Что эти люди помещены туда самим Иисусом Христом. Что они живые камни. Что они помещены навсегда. И что они составляют вот этот храм Божий, который возрастает, возрастает, возрастает. И у него есть начало и обязательно что? И обязательно будет конец. Я не знаю, на каком мы сейчас этапе. Или мы к крыше подобрались. Или мы к трубе дымоходу. Или мы возле флюгера там где-нибудь. Но я рисую такие картины, чтобы вам понятно. Я не знаю, но я знаю, что церковь строится. Что люди спасаются. А как только они спасаются, Господь их делает живыми камнями. И Он вставляет их в свое здание. И здание строится. И здание строится. И оно обязательно будет построено. И когда будет положен последний кирпич, так называемый, войдет полное число. И тогда церковь будет взята с этой земли. Мы можем спросить у Бога, у Иисуса. Господи, еще места есть? В церкви еще места есть? И Иисус говорит, полно. Полно. И что всякий, который в мире, человек, который обратится к тебе и поверит, что ты Бог и Спаситель, и что ты умер и воскрес, и что ты повестишь его в свое здание, Иисус говорит, да, вы правильно понимаете, места еще есть. А сколько? Много. А если все семь с половиной миллиардов сейчас возьмут и откроют свое сердце перед Иисусом Христом, или сколько у нас уже? У нас к восьми уже, да? Все откроют сердце и примут Иисуса Христа. И что ты для них на всех, для всех найдешь место? Иисус, что отвечает? Найду место. Для всех достаточно места. Они будут живыми камнями. Я помещу их в живой крам. И они будут стоять рядом с такими же живыми камнями, как и камень краеугольный. Посмотрите друг на друга и скажите, вот это живой камень рядом со мной. Да, живой камень. Пастор, камни живыми не бывают. Они все мертвые. Знаю. Но здесь другое строительство. Здесь другой прораб. Здесь другие стройматериалы. Здесь другой цемент. Здесь другой бетон марки какой там 300-400. Это все другое. Здесь другое золото, другое серебро, другие драгоценные камни. И Господь созидает свою церковь. И Он строит ее. И она растет. И прибавляются спасаемые. И она возрастает в храм Божий. И Господь смотрит на эту церковь и говорит, а-а-а-а. И мы бы могли сказать, некоторые из нас могли бы сказать, да коли, Господи, не придешь за нами. Правильно? Могли бы сказать. Некоторые уже говорят, да, да коли, Господи, мы будем в этом нечестивом мире. И Господь говорит, успокойтесь. Вы еще будете здесь на малое время. Кстати, малое время не значит, что это малое время. Понятно, да? Это время. Это просто малое время. По сравнению с вечностью у нас здесь все. Малое время. Правильно, да? Иисус говорит, вот я гряду скоро. В книге Откровения. И мы такие, ага, скоро. Две тысячи лет прошло уже. Ничего себе скоро. И Господь говорит, у меня один день, как тысяча лет. И тысяча лет, как один. И у меня все скоро. Гряди, Господи, забери нас отсюда. И Господь говорит, еще есть. Еще есть места в здании моей церкви. И я буду продолжать посылать моих людей. Потому что церковь созидает сама себя. И они будут идти по улицам и по площадям. И будут люди слышать Евангелие. И принимать Иисуса Христа. И они будут прибавляться в этот храм. Потерпите. Мы говорим, сколько? Немного. Аминь. Пока мы с вами все здесь находимся, значит, места еще есть. Знаете, что это означает? Что нам можно продолжать благовествовать. На всех будет место. Представляете, мы вышли на благовестие. Сказали человеку. Ух ты, слушай. Тот помолился, тот. А, все, извини, дорогой. А, все, до свидания, пошел. Нет, есть места. Для наших близких родственников есть места. Для всех жителей Москвы и Московской области есть места. Класс. Знаете, что это означает? Это у нас есть чем заняться. Правильно? Кто из вас вышел из Египта? Поднимите руку. Вышли вы из Египта? Ладно. На дискуссии поговорим. Перейдем к другому месту Писания и закончим. Итак, первое послание Коринфянам. Третья глава. Мы сказали с вам, посвятили все это время тому, чтобы понять, что сейчас Бог строит свою церковь на краеугольном камне, когда Он заложил основание или фундамент апостолов, и на этом основании возводится церковь. И теперь мы с вами видим, что это не только строительство церкви идет, а это также идет строительство в нашей жизни конкретно. И я говорю, Господи, ну ладно, ты строишь там свою церковь, а я-то что? И Господь говорит, в твоей жизни тоже происходит строительство. И я тебе скажу, что это такое. Давайте мы с вами третью главу. Первое послание Коринфянам. Десятый стих. Павел пишет. «Я, по данным, не от Бога благодати, как мудрый строитель положил основание». Какое это основание? Это апостольское основание. На чем оно стоит, 3-4? На Христе, на камне краеугольном. Павел говорит, я положил основание. Дальше. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме…» А, так, положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит. Это что? Это обращение к каждому верующему, живущему на земле. Основание положено в нашей жизни? Положено? Положено. Теперь что? Каждый смотри, как строит. А можно я не буду строить? Хороший вопрос. Нельзя. Ты по-любому будешь строить. Если ты рожден свыше, если ты стал живым камнем, ты по-любому будешь строить. И в твоей жизни по-любому уже камень краеугольный установлен. И фундамент апостольских доктрин приготовлен для тебя. Можно я не буду строить? Нет, нельзя, у тебя не получится. Ты обязательно будешь строить. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена и соломы? Итак, вот они, строительные материалы. Мы с вами, братья и сестры, по-любому будем строить. Извините. По-любому будем строить. И нам предлагаются стройматериалы. И эти стройматериалы какие? Золото. Дальше. Серебро. И что? Драгоценные камни. Дальше. Дерево, сена и солома. Вот они, наши стройматериалы. Мы живем с вами жизнью, практической. По-любому мы с вами будем строить. Почему золото? Почему серебро? Почему драгоценные камни? А вот почему. Это те элементы или как тот материал, который прибывает. Я так подумал насчет золота. Интересно, золото же, оно никуда не дается. Правильно же, да? Я имею в виду, его добывают. Над ним ржавчина имеет власть? Не имеет, правильно? Поэтому оно из золота. Я вообще думаю, оно не исчезает с этой земли. Оно просто перетекает из одного кармана в другой карман. Или из одного казнохранилища в другое казнохранилище. И я не удивлюсь, что если в чьем-то казнохранилище находится золото, которое содрали с храма в Иерусалиме. Я не удивлюсь. Я не удивлюсь, что в каком-то другом казнохранилище будет, находится золото Соломона. Его вот этих 30 счетов, вот этих вот. Что? Золото прибывает? Прибывает. Серебро прибывает? Прибывает. Драгоценные, я имею ввиду, драгоценные камни, что? Прибывают. У них есть вечный характер. Они прибывают. Они неразрушимы. И Господь говорит, я предлагаю вам материал хороший для строительства в вашей жизни. И это материал золота, серебро и драгоценные камни. А мы говорим, а почему? А почему золото, серебро и драгоценные камни? Да потому что в конце вашего строительства ваши дела будут испытаны. То есть, они будут что? Проверены. Чем проверены? Чем проверены? Огоньком. Будет огонь. Давайте прочтем дальше. Павел говорит. Строит ли кто на этом основании? Основание есть? Есть. Из золота, серебра, драгоценных камней. Камн, дерево, сено, соломы. Каждого дела обнаружится, ибо день покажет. Потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. О чем это говорит? Это говорит о том, что когда мы с вами закончим наше поприще здесь на земле, и построим что-то, правильно, да? Потому что мы не сможем строить ничто вообще. Мы что-то будем строить из каких-то материалов. И потом, когда мы закончим наше поприще здесь на земле, мы встанем лицом к лицу перед Иисусом Христом со своим строением, со своими делами. И Господь говорит, ну что, готов? Я тебя сейчас испытаю. Какие материалы ты брал? И что ты там настроил? И пройдет что? Огонь. Что останется, когда пройдет огонь? Что останется? Золото, серебро и драгоценные камни. А что станет с сеном, соломой и с деревом? Что станет? И нет. И нет. Вкратце. Что такое золото? Слушайте внимательно. Золото. Золото – это Божье присутствие. Это Бог в моей жизни. Я знаю Бога. Я знаю Бога Триединого. Я знаю Отца, Сына и Духа Святого. Я знаю, что это Бог всемогущий. Я знаю, что это Бог истинный, святой, праведный, благодатный, милостивый. Я знаю Его природу. Иеремия 9, 23 говорит, что до них валится, что? Богатый богатством своим. Да не хвалится сильной силою Своей, да не хвалится мудрой мудростью Своей. Слышите меня? Потому что это все сено, это все солома, это все дерево, и оно сгорит. Да не хвалится сильной силою Своей, да не хвалится мудрой мудростью Своей, да не хвалится богатый богатством Своим, а хвалящийся, хвались тем, что знает Меня. Потому что я Бог, творящий суд и милость и правду на земле, ибо только это угодно мне. Осия 6.6 говорится, я хочу больше боговедения, нежели жертвоприношения, чтобы вы знали меня, что я Бог благий и милосердный, и я спаситель и нет другого. Чтобы вы знали, что я царь царей, и Господь господствующих, и Бог богов, и я творец всего, и я царствую в своем царстве, и царству моему не будет конца. Знаете ли вы меня такого? А? Золото. Согласны, да? Парунцы забросили мы сегодня золото. Царь царей, Господь, я поклоняюсь Тебе. Царю царей. Исайя 6 глава. Видел я Господа высокого и превознесенного, и края рис его наполняет храм, и вокруг него херувимы. Они взывают что? Свят, 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 свят отец, свят сын, свят Дух Святой. Упал Исайя. Перед лицом его. Что? Упал. Как я могу дальше жить, если очи мои видели царя, Господа Саваофа, а я грешный человек? Страх Господень что? Начало мудрости. Ходите, будь мудрыми. Пусть у вас будет начало мудрости. Страх Господень. Царь царей со мной. Он в моей жизни. Его присутствие. Сними обувь твою, потому что это земля святая. Золото. Бог всемогущий. Серебро. Агнец был заклан еще, когда? До сотворения мира. Это слово о спасителе. Слово о благой вести. Слово о пролитой крови. И это кровь омыло и очисти у нас от грехов наших. Это слово о смерти Иисуса Христа. Да, Он был мертв в гробнице. Аминь. Он был мертв там. И Он воскрес на третий день. И вознесся по правую руку Отца. И Он спасает всех, приходящих к Нему по благодати. Дарует Царство Божие. Это серебро. Искупительная жертва Иисуса Христа. Без Него ни один человек не войдет в храм. В церкви. Ни один человек. Христос Искупитель наш. Завершенная работа. Аминь. Насчет драгоценных камней сказать пару слов. А что мне говорить? Вот вы все здесь. Если вы думаете, что вы какой-то еще не драгоценный. Я вам хочу сегодня сказать, вы самый драгоценный камень. И жизнь тела Христа, она является доказательством того, что мы с вами живем вместе. Церковь. Посреди нас Христос. Мы с вами смотрим друг на друга. Не видим друг друга по плоти. Видим драгоценные камни. Христос говорит, я здесь, среди своего народа. Человек, у которого нет церкви, он теряет эту награду. Он не строит из драгоценных камней. У него просто нет их. Поэтому человеку, верующему, всегда предлагается. Пусть у тебя будет драгоценное собрание поместное. Чтобы ты там находился. И чтобы находился среди живых камней, драгоценных камней. И там я буду взращивать тебя, потому что ты сам по себе не вырастешь. Нет, я вырасту. У меня есть Библия, у меня есть интернет, у меня есть, что там еще, ссылки на проповеди. Вырасту Господа. И Господь говорит, не вырастешь. Потому что тебе нужны эти драгоценные камни. Без них ты останешься младенцем. И так и будешь пить молоко, а не твердую пищу. Потому что у тебя не будет возможности прощать кого-то, когда тебе нанесут боль. Благословить кого-то. Аминь. Быть рядом с кем-то. Любить кого-то. Полагать жизнь свою. Без драгоценных камней ты не сможешь это сделать. Упустишь строительный материал. Пару слов насчет сена, соломы и дерева. Знаете, что это такое? Это дела плоти. Это законничество в церкви. И это эмоциональность в церкви. Запомнили? Итак, первое что? Это дела плоти. Это законничество в церкви. И это эмоциональность. Когда человек поклоняется Богу. 45-50-1,5 часа он поклоняется Богу. И скажет, вау! Вот это я наполнился! А потом выходит из поклонения, и ничего, и ни грамма в его жизни не меняется. Остается точно таким бы, каким зашел. Но я-то поклонялся, я-то пришел, что-то чувствовал. У меня здесь мурашики, самое, меня сюда-сюда 10 раз у меня пробежали. Но вышел точно таким, каким и зашел. Ни грамма не изменился, ни грамма. Почему? Да потому что это только эмоции, это салют. Салют бам-бам-бам-бам. Вышел точно такой же человек, который и зашел. Не почерпнул себе ни золота, ни серебра, ни драгоценных камней. Просто эмоции, дела плоти, законничество. И Господь говорит, я обязательно буду испытывать. Ваше дело. Хотите ли вы это, не хотите. Мы говорим, хотим, Господи. Пожалуйста, сейчас даже можешь начать испытывать, чтобы мы посмотрели и сказали, так я же-то строю свой дом из дерева, из сена, из соломы. Господи, спасибо за то, что ты мне сказал, что я еще здесь на земле, что я могу отбросить эти строительные материалы и сказать, дай мне золото, дай мне серебра, дай мне драгоценных камней. И Господь говорит, сколько надо, столько получишь. И мы говорим, аминь. Спасибо тебе. Обязательно добавится последний человек. И здание будет достроено. И в нашей жизни обязательно состоится строение. И я уверен, что в нашей жизни мы не постыдимся, потому что использовали и золото, и серебро, и драгоценные камни. И стояли на каком камне? На краеугольном камне. А основание для нашего учения было что? Апостольское учение святых апостолов Иисуса Христа. И это оно. И его достаточно. Аминь. Отец наш Небесный, спасибо тебе за все. Благодарим тебя за слово учения. Так оно и есть. Так оно и есть. Мы можем сказать тебе, Господи, доколе не заберешь нас отсюда? А ты своими словами говоришь нам, подождите еще малое время, пока не придет полное число. И тогда я возьму вас к себе. И тогда я приду за вами. И возьму вас к себе. И вы всегда будете со мною. Благодарим тебя, Господь Иисус, за то, что нам есть чем заняться здесь на земле. Мест свободных полно. В здании церкви. Каждый, кто слышит, приди. И каждый, кто жаждет, иди. И бери воду жизни даром. Спасибо тебе, Иисус. Мы просим тебя, благослови нас, поразмышлять над этими мыслями. Благослови, Господи, церковь Твою. Верим, Господь, что у нас есть и золото, и серебро, и драгоценные камни. И мы строим ими. Если вы не знаете Иисуса Христа как своего Спасителя, обратитесь к Нему. Не отвергайте. Не отвергайте этот живой, драгоценный и краеугольный камень. Не отвергайте его. Примите его. Попросту другого нет. А когда вы примете его, Он поставит вас. Он спасет вас. И будет вашим основанием в вашей жизни. И навечно примет вас в свою церковь, в свое здание. Обратитесь к Иисусу. И скажите, Господь Иисус Христос, я верю в Тебя. Я верю в Твою любовь ко мне. В Твою жертву Голговскую. В Твою смерть и воскресенье. Прошу Тебя. Спаси меня. Войди в мое сердце. Хочу быть с Тобою. И во имя Твое, мой Бог и Спаситель, Иисус Христос, я молюсь и прошу. Аминь.